Мы верим в Бога, как и они. Но почему у нас такой мират на душе? Почему мы не ощущаем присутствия Господнего? Похоже, хватит нам уже держаться за Библию. Иначе упустим возможность выйти навстречу Господу и попасть на брачную вечерю Агнца. Давайте продолжим общение. Если у кого-то возникнут вопросы, мы рассмотрим их. Конечно. Давайте продолжим вопросы. Мне очень интересно решить. Аминь. Аминь. Поэтому наша вера в Бога должна основываться на Библии. Мы не можем верить или принимать что-то, кроме написанного в Библии. Аминь. Вы посмеете утверждать, что есть Божьи слова и дела, которые не записаны в Библии? Мы верим, что в Библии заключены все слова и дела Бога. Неужели вы посмеете отрицать это? Пожалуйста, побеседуйте с нами. Хорошо сказано. Вы утверждаете, что в Библии записано не только Божье слово. Я признаю это. Но мы считаем, что все Божьи слова и дела записаны в Библии. Вне Библии не бывает Божьего слова и работы. Аминь. Поэтому наша вера в Бога должна основываться на Библии. Аминь. Разве это неправильно? Многие верующие считают так. Все Божьи слова и дела записаны в Библии. Вне Библии не может быть Божьих слов или дел. Однако так ли это? Вы осмелитесь утверждать, что все до единого дела, совершенные Иеговой в период Закона, полностью записаны в Библии? Можете ли вы с уверенностью сказать, что все без исключения слова и дела Иисуса в период благодати запечатлены в Библии? А если окажется, что эта точка зрения не соответствует фактам, что тогда? Разве думающие так, тем самым не смотрят на Бога свысока? Разве это не оскорбление Божьего характера? Не стоит забывать, что Библия составлена людьми, которые служили Богу через много лет после того, как Бог завершил каждый из этапов своей работы. Какая-то часть информации неизбежно была потеряна. Некоторых слов пророков нет в Ветхом Завете, но они собраны во второканонических книгах. В Новом Завете не так уж много слов Господа Иисуса, которые записаны в четырех Евангелиях. Господь Иисус проповедовал и трудился не менее трех лет. Сказанные им слова превосходят по объему то, что зафиксировано в Библии. Никто не может отрицать этого факта. В Библии сказано, многое и другое сотворило Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и целому миру не вместить бы написанных книг. Еще существуют послания апостолов, не зафиксированные в Библии. Когда Господь вернется, Ему предстоит сказать еще больше слов и выполнить больше работы. Могло ли все это быть записано в Библии? В Библии записано пророчество о возвращении Господа Иисуса, но не Его слова и работа после Его возвращения. То есть записанное в Библии слово Бога весьма ограничено. Да. Эти слова в действительности и по сути лишь капля в море жизни Бога, всего лишь одна тысячная, одна триллионная доля Божьей жизни. Точно. Всего же, когда я не знал. Ничего. Это стоит обсудить. Правильно. В Библии сказано, если бы все слова и дела Господа были записаны, то и весь мир не вместил бы этих книг. И все же мы утверждаем, что вне Библии нет Божьих слов и работы. Разве это не наглая ложь? Так и есть. Текст в Библии очень ограничен. Да. Как могут люди с учетом этих факторов продолжать утверждать, что все слова и дела Бога записаны в Библии? Как они могут говорить, что нет слов и дел Бога, кроме как в Библии? Это совершенно необоснованные утверждения. Они не соответствуют фактам. Из-за таких утверждений многие люди приходят к выводу, что Библия – это основание для веры человека в Бога. Этот вывод не точен. Люди должны полагаться на Библию как на основание своей веры в Бога, но Библии недостаточно. Самое главное – следовать путем веры в Бога, основываясь на работе Святого Духа. Только так можно добиться Божьего одобрения. Если основание лишь Библии, а работы Святого Духа нет, сможет ли человек понять истину в Библии? Сможет ли достичь понимания Бога? Если люди ошибочно толкуют Божьи слова и не имеют просвещения от Святого Духа, разве сложно сбиться с истинного пути? Все это – реальные проблемы. Если верующие люди лишены работы Святого Духа, они не обретут истину и не достигнут понимания Бога. Даже если они часто читают Библию и слушают проповеди, они не постигнут истину и не войдут в реальность. То есть, люди верующие, но лишенные работы Святого Духа, не смогут ничего добиться? Все так. Верующие люди, не имея работы Святого Духа, даже читая Библию, ничего не поймут. Да. Многие пасторы и преподаватели теологии объясняют Библию на основании человеческой логики и в итоге неизбежно начинают противиться Богу. Они похожи на фарисеев, которые тоже хорошо знали Библию и соблюдали некоторые из приведенных в ней правил, но были лишены знания Бога. Внешне они казались набожными, но не испытывали никакого благоговения перед Богом. Когда Господь Иисус явился совершить Свой труд, они противились Ему и осуждали Его, используя Библию, и в итоге были прокляты Богом. В чем здесь проблема? Может ли вера человека в Бога основываться лишь на Библии? Конечно, может. Не может. Как мы видим из горького опыта фарисеев, недостаточно основывать нашу веру в Бога только на Библии. Самое главное основание – работа Святого Духа. Без работы Святого Духа все бесполезно, и сколько бы лет человек не верил в Бога, он не сможет обрести жизнь. Никто не может отрицать этот факт. И понятно, что утверждение «вера в Бога» должна быть основана на Библии, отступление от Библии, признак отсутствия веры в Бога, является ошибочной и нелепой позицией. Слово Бога ясно говорит в Библии. Не воинством и не силою, но Духом Моим говорит Бог и Егова. Кроме того, в псалмах есть такие слова. Оба отрывка – известные библейские стихи. Эти два отрывка из Писания известны всем верующим. Может ли вера человека в Бога основываться лишь на Библии? Ответ очевиден. Главное основание веры в Бога – это работа Святого Духа и реальные слова Бога. Только так можно обрести истину и жизнь. Многие люди не понимают Библию и убеждены, что вечная жизнь заключена в Библии и что всего можно достичь, просто придерживаясь Библии. Это крайне нелепая точка зрения. Господь Иисус говорил когда-то «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Я есмь, путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В своем сердце верующие должны понимать, что Бог – Творец Сущего. Бог управляет всем, господствует над всем и дает жизнь всему. Бесконечны мудрость и чудеса Бога. Библия – это собрание исторических данных о Божьей работе, свидетельство о двух первых этапах Его работы. Библия есть Библия. Бог есть Бог. Библия и Бог – два разных, несопоставимых понятия. Библия не может представлять Бога и уж тем более не может спасать людей вместо Бога. Только Бог может спасти людей. Да. Если Библия может спасать, то почему израилетяне тысячелетиями придерживались Библии, поклонялись ей и до сих пор ждут Мессию, который должен прийти и спасти их? Если Библия может спасать, то почему фарисеи, которые придерживались Библии, осудили Иисуса, противились Ему и стали антихристами в своей ненависти к Богу? Этого достаточно, чтобы доказать, что Библия не может спасти человека. Библия – это всего лишь свидетельство о Боге. Если человек придерживается Библии, но не повинуется Божьей работе, он не получит спасения от Бога. Верующий человек должен подчиняться Божьей работе, переживать Божье Слово и жить по Нему, чтобы принять работу Святого Духа и обрести истину и жизнь. Вот почему Библия может служить только ориентиром для веры человека в Бога и не может быть единственным основанием. Вера в Бога должна основываться на реальных словах Бога и на работе Святого Духа. Это самый важный принцип веры в Бога. Мы, правда, слишком неразумны, если не понимаем очевидного с точки зрения здравого смысла. Относиться к Библии как к идолу или заменять ею Господа – ничто иное, как противление Богу и хула на Него. Если люди могут слепо верить в Библию и поклоняться Ей, но не могут возвеличивать Господа и повиноваться Ему, то как они могут быть истинными верующими? Чем тогда они отличаются от лицемерных фарисеев? Если люди верят в Бога, но не понимают скрытой истины Библии и отношений между Библией и Богом, то они с легкостью могут сбиться с истинного пути и заблудиться. А ведь правда так и есть. Эта беседа имеет практическую ценность. Только Бог может спасать людей. Как Библия может давать спасение? Если мы верим в Бога, то должны повиноваться Ему и возвеличивать Его. Вот что угодно Богу. Да. Если мы будем придерживаться лишь Библии и по ней оценивать Божью работу, у нас возникнет склонность противиться Богу, как это было с фарисеями. Да. Вы правы. Давайте прочтем несколько слов всемогущего Бога. Всемогущий Бог говорит, это не более чем историческая запись Божьего труда и свидетельство о двух предыдущих этапах Божьей работы. И она не дает понимания целей Божьего труда. Каждый, кто читал Библию, знает, что в ней задокументированы два этапа Божьей работы. Период закона и период благодати. В Ветхом Завете есть хронологическое изложение происходящих в Израиле событий, а также описан труд Иеговы с момента сотворения мира и до конца периода закона. В Новом Завете записана проводимая Иисусом работа на земле, что и находится в четырех Евангелиях, а также работа Павла, разве они не являются историческими записями? Если хочешь увидеть работу периода закона и увидеть, как израильтяне следовали путем Иеговы, тогда читай Ветхий Завет. Если хочешь понять работу периода благодати, ты должен читать Новый Завет. Но как ты представляешь себе работу последних дней? Ты должен принять руководство Бога, действующего в наши дни, и осуществить вхождение в совершаемую сегодня работу, ибо это новая работа, и никто ранее не писал об этом в Библии. Сегодня Бог стал плотью и выбрал себе других избранных в Китае. Бог действует в этих людях. Он продолжает и дальше действовать, продолжая свою работу на земле и работу, начатую в период благодати. Совершаемая сегодня работа – это тропа, на которую человек никогда не ступал, и путь, которого никто никогда не видел. Это работа, которая никогда раньше не совершалась. Это последняя работа Бога на земле. А так как это работа, которая никогда ранее не совершалась, то она не является историей, потому что настоящее время – это настоящее время, и Ему только предстоит стать прошлым. С появлением Библии вера людей в Господа стала верой в Библию. Вместо выражения «люди верят в Господа» точнее сказать, что они верят в Библию. Вместо «начали читать Библию» точнее сказать, что они начали верить в Библию. А вместо «обратились к Господу» точнее было бы сказать, что они обратились к Библии. Таким образом, люди поклоняются Библии, как если бы она была Богом, как будто это живительная кровь. И потерять ее означало бы то же самое, что потерять свою жизнь. Люди ставят Библию столь же высоко, что и Бога, а есть и такие, кто возвеличивает ее даже больше Бога. Без работы Святого Духа, будучи неспособными ощущать Бога, люди могут продолжать жить. Но стоит им утратить Библию или известные библейские главы и изречения, то они будто жизни лишились. В конце концов, что больше? Бог или Библия? Почему Божья работа должна соответствовать Библии? Можно ли утверждать, что Бог не имеет права быть выше Библии? Разве не может Бог отходить от Библии и совершать иную работу? Почему Иисус со Своими учениками не соблюдал субботу? Если Ему следовало соблюдать предписания в заповедях Ветхого Завета, почему тогда Иисус после Своего явления не соблюдал субботу, но вместо этого омывал ноги, покрывал голову, преломлял хлеб и пил вино? Разве все это есть в заповедях Ветхого Завета? Если Иисус почитал Ветхий Завет, почему тогда Он отверг эти учения? Тебе следует знать, что было сначала. Бог или Библия? Будучи господином субботы, разве не мог Он быть также господином Библии? Действительно. Конечно, Он мог бы быть. Почему нам раньше не приходило это в голове, Господи? Верные слова. Прочтем еще отрывок. Да, да. Смотрите на экран. Почитаем. Можно я прочитаю? Конечно. Всемогущий Бог говорит, это связано с тем, что Библия сопровождала несколько тысяч лет истории человечества. Все люди относятся к ней как к Богу, до такой степени, что люди в период последних дней замещают Бога Библией. Это то, что Бог на самом деле ненавидит. Поэтому в свободное время Он был вынужден разъяснить скрытую историю и происхождение Библии. В противном случае Библия по-прежнему сможет занимать место Бога в людских сердцах. И они смогут осуждать и оценивать Божьи деяния на основании слов Библии. Божье объяснение сущности, формирование и слабых мест Библии совершенно не заключается в отрицании ее существования. И это вовсе не осуждение Библии. Пожалуй, цель в том, чтобы предоставить разумное и надлежащее объяснение, чтобы восстановить изначальный облик Библии, чтобы поправить те ложные представления, что есть у людей в отношении Библии, с тем, чтобы у всех людей был правильный взгляд на Библию, чтобы они больше не поклонялись Библии и более не блуждали. Люди ошибочно принимают свою слепую веру в Библию за свою веру в Бога, за свое поклонение Ему. Они даже не осмеливаются обращаться к истинным истокам Библии и ее слабым моментам. Если люди не в состоянии отвергнуть сети Библии, они никогда не смогут предстать перед Богом. Если они хотят предстать перед Богом, им вначале необходимо очистить свои сердца от всего того, что может замещать Его. Именно так можно угодить Богу. Несмотря на то, что Бог здесь только объясняет Библию, не забывай, существует множество других заблуждений, которым, помимо Библии, люди искренне поклоняются. Единственное, чему они не поклоняются, это тому, что на самом деле исходит от Бога. Библию Бог использует в качестве примера, чтобы напоминать о недопустимости избирать неверный путь. Нельзя ударяться в крайности и впадать в замешательство, если они верят в Бога и принимают Его слова. И остановимся. Прекрасно. Прекрасные слова. Да, всемогущий Бог очень ясно объяснил скрытую истину Библии. Бог – творец сущего. Он реальный и живой Бог. Библия – это свод исторических данных о работе Бога в прошлом. Как можно ее сравнивать с Богом? В Библии записаны Божье слово и работа только на двух первых этапах. Как слово и работа Бога в последние дни могут вдруг появиться в Библии? Вот же. Я много лет верую в Господа, но не видел сути проблемы. Я одинаково относился к Библии и Господу, считая, что вера в Бога основывается на Библии. Это просто нелепо. Я запутался в своей вере в Бога. Если бы я не услышал слов всемогущего Бога, я бы ничего не понял и до конца своих дней верил в Господа без понимания взаимоотношений между Библией и Господом. Это точно. Слова всемогущего Бога и правда истина. Правда. Истина. Истина. И слов всемогущего Бога стало абсолютно ясно, что Библия это всего лишь свидетельство о Боге, запись двух первых этапов Божьей работы. Ценность и значимость Библии заключается в записанных в ней словах Бога на первых двух этапах Его работы. Это позволяет всему человечеству понять из Божьего слова в Библии, как Бог сотворил все сущее, как Он сотворил людей, как направлял их и как искупил их. Помогая людям достичь какой-то степени понимания Бога. Именно благодаря библейским текстам многие люди обратились к Богу. Они не только приняли тот факт, что Бог сотворил все сущее, но также стали жаждать Божьего слова и искать следы Бога. Все эти блага и наставления дала человечеству Библия, и именно в них заключается ценность Библии. Однако, Божья работа никогда не останавливается. Цель спасения человечества не достигнута по завершению только двух первых этапов работы. Божий план управления заключает в себя три этапа работы. Если мы отказываемся принять незаписанную в Библии работу Бога в последние дни, мы многое потеряем. Божий труд очищения, спасения и совершенствования человечества осуществляется посредством Его работы суда в последние дни. Вот почему все истины, высказанные Богом в последние дни, так важны для очищения людей, их спасения и введения в Царство Небесное. Почему Господь Иисус пророчествовал, что когда Он вернется, все принимающие Его придут на вечерю? И сказал мне Ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агонца, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним и Он со Мною. Всем понятно, что смысл брачной вечери в том, что Бог по-настоящему приобретет людей и сделает их совершенными, единомысленными с Собою, чтобы навечно быть вместе. Потому всемогущий Бог последних дней выражает всю истину, необходимую для очищения и спасения людей. Все, кто принимает Бога и повинуется Ему, слыша Его голос, мудрые девы. Они восхищены к престолу на брачную вечерю Агонца и пьют воду жизни, текущую от Божьего престола. И тогда, претерпев Божий суд и очищение в последние дни, они вырвутся из рабства греха и изменятся, и Бог сделает их победителями. Это самые благословенные люди, люди, которых ожидает жизнь вечная и Царство Небесное. Если люди придерживаются только двух первых этапов Божьей работы в Библии и не принимают работы Суда Всемогущего Бога в последние дни, их жизнь будет проходить в цикле «Грешу днем, каюсь ночью». Они могут противиться Богу, они несовместимы с Богом, а не достигнув очищения и спасения, как они смогут войти в Царство Небесное и обрести вечную жизнь? Разве это не так? Поэтому, если верующие хотят очиститься и спастись для Царства Небесного, они должны принять работу Суда Всемогущего Бога в последние дни и выйти за рамки Библии. Так они могут принять работу Святого Духа и обрести истину, избавиться от развращенного характера и стать людьми по сердцу Бога и могут войти в Царство Небесное и обрести жизнь вечную? Судя по всему, принять работу Всемогущего Бога в последние дни значит вознестись к престолу Бога на брачную вечерю Агнца. Да, верно. Вот так тайно. Да. Если люди основывают свою веру в Бога только на Библии и увязают в библейских текстах, постоянно топчась на месте и не отступая от двух первых этапов Божьей работы, то не поспевая за темпом Божьей работы, они могут быть оставлены и отброшены и утратят шанс быть очищенными, спасенными и усовершенствованными Богом в последние дни. Это полностью отделит их от спасительной работы Бога. Все их усилия ни к чему не приведут, и они будут отсеяны Богом. В глазах Бога все они люди, предавшие Его. Они неверующие и их место среди нечестивцев. По большому счету, все они подобны фарисеям древности, которые были прокляты и осуждены Богом, потому что упрямо придерживались Ветхого Завета, противясь Господу Иисусу и осуждая Его. Как говорил Господь Иисус, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но и исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Несомненно, таким будет исход людей, которые придерживаются Библии и отказываются принимать работу Бога в последние дни. Мы думали, если основывать свою веру на Библии и придерживаться Библии, то вознесемся в Царство Небесное, когда вернется Господь. Оказалось, это неверный взгляд. Действительно неверный. Давайте еще раз обратимся к слову всемогущего Бога. Посмотрите на экран. Всемогущий Бог говорит, «Христос последних дней приносит жизнь, приносит неприходящий вечный путь истины». Истина – тот путь, посредством которого человек обретет жизнь, и единственный путь, посредством которого человек познает Бога и получит одобрение от Него. Если ты не ищешь тот путь жизни, что дает Христос последних дней, ты никогда не получишь одобрения Иисуса. Тебя не сочтут достойным Царства Небесного, потому что ты одновременно и марионетка, и узник истории. Те, кем управляют законы и письмена, те, кто скован историей, никогда не смогут обрести жизнь, никогда не смогут обрести вечный образ жизни. Причина же в том, что вместо воды жизни, что течет от престола, у них мутная вода, застоявшаяся на протяжении тысяч лет. Те, кто не имеет воды живой, навсегда останутся трупами, забавой сатаны, сыновьями ада. Как же им тогда узреть Бога? Если ты только то и делаешь, что держишься за прошлое и стремишься оставить все как было на своих местах, если ты не стараешься изменить статус кво и отбросить в сторону историю, не будешь ли ты тогда всегда против Бога? Этапы работы Бога необъятны и могущественны, как бушующие воды или раскаты грома, а ты сидишь и пассивно ждешь разрушений, цепляясь за свои прихоти и ничего не делая? Если так, то как можно считать тебя тем, кто следует по стопам Агнца? Как ты можешь подтвердить, что Бог, за которого ты держишься, это Бог, который всегда новый и ничуть не ветхий? Как слова в твоих пожелтевших книгах могут привести тебя в новую эпоху? как они могут направить тебя на поиски этапов Божьей работы? И как они могут привести тебя на небеса? То, что ты держишь в руках, это всего лишь литература, которая может дать временное утешение, а не истины, способные подарить жизнь. Писания, что ты читаешь, могут обогатить твой словарный запас, но не могут дать слов мудрости, которые помогли бы тебе познать человеческую жизнь и пути к твоему совершенству? Неужели это противоречие не дает тебе пищу для размышления? Разве оно не позволяет тебе понять таинство, что находится внутри? Способен ли ты сам попасть на небеса, чтобы встретиться с Богом? Без пришествия Бога сможешь ли ты попасть на небеса, чтобы насладиться семейным счастьем с Ним? А ты все еще грезишь? Я предлагаю тебе, чтобы ты перестал мечтать и посмотрел на того, кто работает сейчас, кто исполняет труд по спасению человека в последние дни. Если ты этого не сделаешь, ты никогда не обретешь истины и никогда не обретешь жизни. Остановимся на этом. Какие слова? все понимают. Я стал лучше все понимать, услышав слова всемогущего Бога и вашу беседу. Верующие могут отходить от Библии, но никогда нельзя удаляться от Бога. Отступить от Бога значит иссякнуть, умереть. Все эти годы я был жертвой обмана пасторов. Я держался за Библию и отказывался принять работу всемогущего Бога в последние дни. Я погрузился во мрак, не ощущая присутствия Господнего. А когда читал Библию, меня не озарял свет. Мой дух окутывал все больший мрак, и я не мог ни грешить и ни противиться Богу. Целью собраний было только соблюдение правил и участие в религиозных церемониях, а в итоге мы нарушали Божьи заповеди. С тех пор, как я прочел в интернете слова всемогущего Бога, я начал немного понимать истину. Мой дух испытал радость. Я снова удостоился работы Святого Духа, возрастали также моя вера и любовь. Разрешились некоторые трудности и проблемы, которые были у меня в плане веры. Я проводил параллели со временем, когда Иисус исполнял работу. И хоть последователи Христа отступали от Ветхого Завета, они удостоились работы Святого Духа и получили искупления от Господа. А фарисеи держались Ветхого Завета и использовали его, чтобы осуждать Господа Иисуса. Считая верность Библии верностью Богу, они и подумать не могли, что их верность Библии не получит Божьего одобрения, и что за распятие Господа Иисуса они будут прокляты и покараны Богом. Современные пасторы как фарисеи, они толкуют Библию буквально и вне контекста, чтобы осуждать всемогущего Бога и противиться Ему, распространяя ложные утверждения вроде «верить в Бога значит верить в Библию». Выход за пределы Библии ересь, отступление от Библии предательство Бога, не давая нам искать и исследовать истинный путь. Разве это не отделение от Христа последних дней всемогущего Бога? Мы, верующие в Бога, должны относиться к Библии правильно. Мы должны освободиться от контроля фарисеев и наверстывать упущенную нами Божью работу последних дней, чтобы стать на путь вечной жизни, которую Бог дарит людям, и обрести истину и жизнь, развить послушание перед Богом и стать достойными принять Божье обетование. Аминь! Вот оно так. Нужно относиться к Богу, если правильно, нужно верить в Бога, а не в Библию. Пастыры обманывали нас своими ложными богословскими теориями, и мы считали, что верить в Бога значит верить в Библию, а отступать от Библии значит не верить в Бога. Поэтому мы постоянно отвергали работу всемогущего Бога в последние дни. Неудивительно, что мы не чувствовали работы Святого Духа, и Дух наш все глубже погружался во мрак. Как оказалось, мы были отдельны от работы Бога в последние дни и разорвали отношения с Ним, утратив источник живой воды, текущей от Бога. Верно. Все так. Теперь я понимаю, что Библия это всего лишь летопись прошлой работы Бога. Библия не представляет Бога и не может вместо Бога осуществить работу спасения. Верить в Бога это не то же самое, что верить в Библию. Нужно принять Божью работу последних дней, иначе мы будем отсеяны в результате работы Бога. Да. Тогда нам остается только рыдать и скрежетать зубами во мраке. Да, только Бог – источник жизни людей. Можно отступить от Библии, но если отступить от Бога и Божьей работы, потеряешь доступ к источнику Божьей жизни и как духу не погрузиться во мрак. Нужно быстрее принять Божью работу последних дней. Верно. Мы должны следовать за Агнцем, чтобы получить одобрение Бога. Да. Он такое говорит. Разве так можно говорить? Хорошо сказано. Пусть Библия и не представляет Бога, и не заменяет Божью работу, но разве люди несколько тысяч лет не верили в Бога согласно Библии? Да, да, так и есть. Если мы придерживаемся Библии, мы вознесемся в Царство Небесное, даже если не примем работу всемогущего Бога. Аминь. Деканиса права. Если мы не отступаем от Библии, то Господь, вернувшись, не оставит нас. Аминь. А что он говорит? Я совершенно озадачен. Истина была объяснена так ясно. Почему же вы продолжаете цепляться за Библию? Да, да, да. Что больше, Библия или Бог? Кто вас сможет спасти? Библия или Бог? Вы верите в Библию или же в Бога? Как вы не понимаете этого? Дьякончхве, что с вами? Пожалуйста, подумайте хорошенько. разве горький опыт фарисеев не был нам уроком? Они придерживались Ветхого Завета и не принимали работу Господа Иисуса. Разве Бог не покарал их всех? И вы все равно хотите играть роль фарисеев? Да. Бог Господь Библии. Библия – это просто описание двух первых этапов Божьей работы. Но мы все еще относимся к Библии и Богу одинаково. Думать, что Библия представляет Бога – это хула на Бога. К счастью, сейчас я читаю слова всемогущего Бога и понимаю, если мы верим в Бога, мы должны возвеличивать Его, повиноваться Его грандиозной работе и с радостью принимать Его работу суда последних дней, чтобы, наконец, обрести истину и жизнь. Иначе мы до сих пор были бы жертвами обмана пасторами. Слепо бы верили в Библию и, поклоняясь Ей, мы даже не понимали бы, что противимся Богу и осуждаем Его. Да. Благодарение Богу! Великий всемогущий Бог воистину спас нас! Аминь! Воистину! Благодарение Богу! Сегодня была прекрасная беседа. Верно. Да. Их беседа просвещает, дарит удовлетворение и настоящую свободу. Совершенно верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова